Я тебе чисто по-рабоче-крестьянски скажу, как непосредственный участник указанных процессов. Чисто по-рабоче-крестьянски. Я когда был молодой водитель и когда я работал в автопарках, там были люди вроде меня нынешнего, которым там, знаешь, полтинник больше. У них у всех в кабинах, у всех висел портрет Сталина. Фоточки причём вперёд. Лицом наружу. Это не они им любовались. Они увешали лицом на руку. Почему? Потому что вокруг уже тлен и распад был. Вы все твари хер знает, что делаете. А вот он вас всех в узде держал. При нём всё было как надо. Они не знали, как было при нём. Большинство там не жило уже или маленькие дети были. Это, так сказать, архетип товарищ Сталин. При нём был порядок. Был хороший анекдот, знаешь. Почему бобровых шапок в продаже так мало? Потому что на бобров охота запрещена, а членов ЦК последний раз расстреливали в 1937-м. Ну, как ты понимаешь, анекдоты не на ровном месте появляются. Так вот, человек, который Сталина вешал для этих мудаков, а это мудаки. Это верующие мудаки. Они верующие. Они ничего не знают, они ничего не понимают. У них вот шаблон в башке есть, и они в него свято веруют. Для них это кровавый упырь там и прочее. А для нормального человека – нет. Нет. Они не про ГУЛАГи. Они не про ваши выдуманные массовые расстрелы. Они не про это. Они про порядок. И приготовьтесь. Справедливость. Вы почему-то не помните, что в ГУЛАГи ехали на абсолютно равных правах министры и слесаря. Абсолютно равные права. Вот никого не жалко. Никого. Ни тебя, ни меня, ни его. Все – это торжество справедливости. Это власть народа, по которой они тоскуют. И поэтому они вождя вешают лицом туда.